Жизнь в потопе. Квартиру Одесситки уже 8 лет заливает водой. Сначала вода просачивала со стены за ванной, а теперь течет даже на кухне. Соседние квартиры тоже подтавливает. Сколько в такой сырости простоит дом из ракушечника, местные жители не знают. А в проблеме разбиралась наш корреспондент Екатерина Лапицкая. По всему периметру вот, 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 течет вода. Ручей в ванной комнате струится уже 8 лет не переставая. В дождливую погоду сюда заходить страшно, признается Екатерина. Бурлящая черная вода затапливает все помещение. Пришлось даже придумать подставку для стиральной машинки, иначе сгорело бы. Текло даже вот здесь, вот, видите. Причем такая струя была, я же говорю, и уровень как-то уходит сам по себе. Вот здесь постоянно идет. То есть нету, вот сейчас вроде бы дыша нету, да, но оно все равно течет. Плитка здесь постоянно влажная, лишний раз к ней не прикасаются. Она едва держится на сыром ракушечнике. Много лет уже потапливает весь флигель. То есть это рано или поздно этот дом рухнет, потому что это старый фон. Течет, как бы мы обследовали также и САБА, и в том числе и ЖЭК, и все инстанции заходили за стенкой этого дома. Находится подвальное помещение, где было выявлено, что течет и с той стороны склона, и с этой. На кухне стена тоже сырая и в плесени. Начинать ремонт в аварийной квартире опасно. Все мокро, все в сырости, все в плесени, и ничего поделать я не могу. Вместе с геологом идем на склоны позади дома. Часть их срезали еще в 2009 году. Тогда же и начала подтапливать квартиру Екатерины. Возле стенки этого дома тренажа нет, ливневки никакой нет. То есть как бы получается все накапливание идет этого склона, даже течет со склона, плюс поливка. И получается, может быть, это одна из причин, которые затапливают мою комнату в ванную. За 8 лет обращений в разные инстанции причины подтопления так и не выяснили. Хотя, по мнению геолога, их всего три. Идет инфильтрация поверхностных вод в склон. Вторая причина – это вскрытие водоносного горизонта в известняке, в основании склона. И третья причина – это, может быть, технические воды. То есть прорыв где-то горканализации, горводопровода. Это надо выяснить. Специалист уверен, течь могут устранить дренаж и водоотвод. Это дешевле предложения чиновников за миллион пробурить 10 режимных скважин от Херсонского сквера до военного спуска. В любом случае, пока деньги не выделили ни на одно из предложенных решений.